Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить об инфляции. Термин всегда очень сложный, пугающий, но по сути все мы уже, наверное, потребители понимаем, насколько уровень инфляции влияет абсолютно на все цены. У нас сегодня в студии находится начальник экономического отдела отделения Банка России по Морской области Алексей Боткин. Вот с ним мы и будем обсуждать эту тему. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте, Евгения. Ну, у нас действительно задача всегда непростая. Все, что касается ваших тем, это не так просто понимать, наверное, простым людям. Вы с этим сталкиваетесь, поэтому осознаете всю важность. Давайте попробуем рассказать сейчас по поводу показателя инфляции у нас в области. Вот итоги мая, они уже подведены, и мы можем сравнить их с тем, что было раньше. Вот насколько в мае, несмотря на все наши вот эти вот горки сейчас экономические, которые происходят, изменилась инфляция? Да, Евгения, спасибо за ваш вопрос. Годовая инфляция в Амурской области в мае ускорилась до 5,7% годовых, после 5,5% в апреле. Годовая инфляция, складывающаяся в Амурской области, выше, чем в среднем по регионам Дальневосточного федерального округа и выше, чем в среднем по России в целом. Так, для примера, сложившаяся инфляция по ДФО составила 3,5%, а в среднем по стране этот показатель 2,5%. Ничего себе, как сильно разнится процент. Мы в этой ситуации действительно испытаем, это почувствуем на себе однозначно. Конечно. Прежде всего, на ускорение инфляции повлиял ряд факторов, такие как снижение предложения на рынке моторного топлива, увеличение издержек автопроизводителей и увеличение спроса на услуги пассажирского транспорта. Отмечу, что с начала года инфляция в Амурской области замедлялась. Так, в апреле значение инфляции составляло 12,7%, а, как я уже отметил, в апреле 5,5%, практически в два раза. На такую тенденцию оказало влияние замедление темпа роста цен на продовольственные товары, что было вызвано рекордным урожаем прошлого года на зерновые, картофеля и свеклы. Соответственно, это привело к увеличению объема выпуска сельскохозяйственной продукции. То есть, по факту, получается, на инфляцию вообще все влияет? Да, конечно. Даже если, например, я знаю такой пример есть по поводу цен на кондитерские изделия, что бывает такое, что объемы производства увеличились, например, и вот цена сразу поехала вниз. Это уже сказалось на уровне инфляции. Верно? Абсолютно. Вы справедливо заметили, и мы наблюдали в мае месяце, замедление темпов роста цен на кондитерские изделия. На эту ситуацию оказало влияние общее увеличение производства кондитерских изделий в целом по стране, а также замедление темпов роста издержек у производителей, связанных со снижением цен на муку. Кроме того, замедлились издержки у животноводов, связанные с приобретением комбикормов в связи с их большим, чем в прошлом году, производством. Это, в свою очередь, замедлило темп роста цен на мясопродукты. Смотрите, мы сейчас хорошо описали процесс, в принципе, наверное, понятна суть, да? Но почему же тогда в мае у нас вновь наблюдается рост, вопрос все равно остается открытым? Как я уже упоминал ранее, в мае темп роста инфляции в основном сложился за счет увеличения непродовольственных товаров и стоимости услуг. То есть они у нас подросли, да, получается? Да, конечно. Ну вот, к примеру, подорожал бензин. Какая причина? На подорожение бензина в прошлом месяце оказало влияние снижение предложения моторного топлива на оптовом рынке страны. Этому еще способствовал такой фактор, как плановый ремонт ряда российских нефтеперерабатывающих заводов. Из-за возросших издержек автопроизводителей, связанных с изменением производственных цепочек, подорожали новые российские автомобили. Достаточно значительную часть в динамике инфляции занимает услуги пассажирского транспорта. Что оказало влияние? В первую очередь это рост спроса на внутренние поездки. Это привело к тому, что увеличились цены на железнодорожные и авиабилеты. Алексей Николаевич, мне очень обидна эта ситуация с ценами, конечно. Но я знаю, что у Банка России есть некоторые инструменты, которыми можно повлиять на рост цен, например. Ну, либо наоборот. Есть же такое? Да. Ключевая ставка – это основной инструмент Банка России для влияния на инфляцию. Через цепочку экономических взаимосвязей ключевая ставка воздействует на широкий круг экономических процессов, которые в конечном итоге влияют на темп прироста потребительских цен. Банк России устанавливает ключевую ставку таким образом, чтобы снизить инфляцию и защитить сбережения граждан. Ну, то есть, в принципе, это влияние возможно, да? Хотя все равно людям, наверное, не так просто объяснить вот эти вот все вещи, почему просто нельзя взять цены заморозить, например. Вот взять и прямо остановить буквально вот такой вот рост. Евгения, ну, этот метод не является действием, поскольку искусственно заниженные фиксированные цены очень быстро сделают невыгодным сам процесс производства и продажа товаров. Это приведет к дефициту товаров в стране. Затем последует такой процесс, что нерентабельные производства, они просто будут закрываться. Ну, то есть, в итоге вообще мы все пострадаем, да? Конечно, появится черный рынок, а цены на котором будут еще выше. А вот рыночные цены как раз они и ориентируют бизнес на спрос в тот или иной момент времени, подсказывая, в каких объемах и что нужно производить. Не могу не спросить по поводу того, в чем же все-таки сейчас лучше хранить деньги. Ну, раз такой уровень инфляции, да, люди постоянно вот с этим вопросом, я знаю, обращаются. Вы бы что посоветовали? В сложившихся условиях самая лучшая валюта для сбережения в России – это российский рубль. Ну, то есть, где живем, там и тратим, да? Абсолютно верно. Соответственно, поэтому рубль. На протяжении длительного времени мы рассматривали валютные сбережения как защиту от инфляции. Понятно, что резервные валюты, они были привлекательны из-за того, что в зоне евро и зоне доллара была крайне низкая инфляция. Покупательная способность достаточно их высокая. И они укреплялись по отношению к российскому рублю. Сейчас ситуация изменилась. Мы наблюдаем высокий уровень инфляции как в зоне евро, так и в зоне доллара. То есть, по факту, сейчас все-таки в рублях, да? Совет такой. Совет такой, да. Хорошо. Ну и в завершении можно в нескольких словах буквально расскажите про прогноз на уровень инфляции до конца текущего года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция на 2023 год будет находиться в диапазоне от 4,5% до 6,5% годовых. И вернется к цели 4% в следующем году. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки инфляция упадет. Действительно, что прогнозы подтвердятся. Вам спасибо большое за беседу. Спасибо большое, Евгения. Я напоминаю, что сегодня в гостях был начальник экономического отдела отделения Банка России и Паморской области Алексей Боткин. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова